Здравствуйте! Это программа путешествий. Сегодня говорим об очень необычной экскурсии. Начинается она с того, что вам завязывают глаза. Впрочем, обо всем по порядку. У нас в гостях автор проекта с закрытыми глазами Юлия Рудометова. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Елена. Итак, Юлия, туристу в самом начале экскурсии завязывают глаза. Что дальше? Дальше мы крепко берем его за руку и на 2 часа отправляемся в путешествие по городу. Мы не рассказываем никаких исторических подробностей. Это путешествие больше про себя. Самая наша главная задача не напугать человека. Это не экстремальная прогулка. Наша задача, чтобы человек расслабился и нам доверился, чтобы он смог ощутить всю гамму эмоций, всю палитру чувств. Потому что 90% информации, которую мы получаем из окружающего мира, это через глаза. Представляете, сколько информации валится на нас ежедневно. И вот на несколько часов, отказавшись от этого органа восприятия мира, мы можем ощутить все остальные чувства острее и вообще понять, что же происходит, что же тело нам подсказывает, какие-то новые мысли появляются. Исследовать город при помощи вкуса, запаха, на ощупь. И на ощупь. И на ощупь, да. Город — это очень классная декорация. Что это даёт? Это даёт новые эмоции. Это даёт новые эмоции. То есть, как я говорила уже, обостряются все чувства. Появляются какие-то новые мысли. Ты начинаешь находиться в моменте здесь, сейчас. Мы постоянно куда-то бежим, куда-то торопимся. А здесь у тебя нет никаких внешних раздражителей, кроме того, что тебе ничего не остаётся. Находиться здесь, сейчас. Трогать какие-то предметы, есть еду. Ведь мы же закрытыми глазами в обычной жизни не едим, например. Всё становится иначе. Всё становится иным, по-другому воспринимается окружающий мир. А как пришла эта идея? Вообще идея закрыть глаза, она не нова. То есть, используется в разных практиках. Используется, например, в танце, на проработку доверия между партнёрами. Используется в театральном мастерстве. Есть ресторан, например, в темноте с закрытыми глазами в Москве. Собственно, мы с моей подругой-психологом Оксаной Ставицкой в Севастополе решили отправиться на такую прогулку. Сначала я ей закрыла глаза, потом она мне. И вот мы с ней несколько часов гуляли таким образом по городу. И очень много эмоций было. Испытали и решили, что этим нужно обязательно делиться с окружающим миром. А давайте посмотрим небольшой сюжет на эту тему. Путешествие с закрытыми глазами начинается с театральной площади. Одной маски на лице недостаточно. Через неё всё равно можно разглядеть окружающий мир. Чтобы не видеть абсолютно ничего, в арсенале экскурсовода есть свето-непроницаемые очки. Не открывайте, пожалуйста, глаза. Не открываю. Они вам в ближайшие несколько часов не понадобятся, потому что мы сейчас с вами отправимся на прогулку по городу с закрытыми глазами. Что, вы готовы? Готовы. В экскурсии нет ничего нового. Акцент сделан на погружении внутрь себя. Через несколько минут чувства людей обостряются, и они открывают город заново, дотрагиваясь до объектов, мимо которых с открытыми глазами проходят каждый день и не обращают на них внимания. Это рябину, что ли? Ты можешь снять перчатку? Это ель. Да, это ель. Мне достаточно комфортно. Я не могу сказать, что какие-то сильные переживания. Исключительно только, наверное, из-за того, чтобы не запнуться. Потому что, зная ремонт на Большой Покровской, который недавно был сделан, вот только из-за этого. Ну, это что-то мраморное. Да. А! И колонны. Вход в какое-то здание. Или это памятник, что ли? Что я делаю? Поставим обратно. Сказать. Да, можешь попробовать в нее забраться. Я чувствую, что тут будка телефонная. Можешь поизучать. Мне кажется, да. Алло, мама. Все у нас все хорошо. Главное – полное доверие экскурсоводу. Нужно отбросить все страхи и насладиться непривычным состоянием. Совет для первооткрывателей – расправить плечи, стать более уверенными в себе. Тогда экскурсии будут в удовольствии. А три часа в темноте пройдут незаметно. Мир не изменился за это время. Юля, а по каким местам проходит экскурсия? В основном это центр города. То есть это главная улица нашего города. Это Рождественская, Покровская улица. Почему центр? Потому что именно там располагаются все основные какие-то места интересные. Из местов, которые интересно заходить. Там памятники, которые интересно также изучить на ощупь. То есть какие-то арт-объекты, которые интересно изучать. А если случится с туристом паника? Конечно, люди могут реагировать по-разному. Кто-то пугается, кто-то боится делать первый шаг. У кого-то степень вот этого страха, она больше. Кого-то начинает действительно на физике трясти, дыхание сбивается. И человек просто оказывается действительно в атаке. Но поскольку каждый из наших форматов мероприятий разработан совместно с психологом, мы знаем, что в этих случаях делать. Понятно, что закрыть глаза – это дело добровольное. И мы ни в коем случае не будем настаивать на том, что обязательно нужно пройти этот опыт. Я пытаюсь человека успокоить. И дать ему возможность выбора. Сейчас мы снимаем очки, и это все заканчивается. Либо ты знаешь, что этот страх есть, и можно его, возможно, чудесно проработать. Вы говорили, что каждый маршрут разработан индивидуально под каждого участника. Смотрите, какая история. У нас несколько ведущих проводников по городу. И у каждого разработан свой маршрут. Каждый берет в свой маршрут какие-то места, которые дорогие ему, которыми он хочет поделиться. И, соответственно, у нас каждый участник заполняет анкету перед тем, как пойти. И там может какие-то пожелания свои сказать, что я именно в этом месте хочу побывать с закрытыми глазами. Поэтому мы смотрим на ответы участников, что они любят, что им нравятся, какие у них пожелания. И можем корректировать свой маршрут в зависимости от этого. А к вам еще раз приходят на эти экскурсии? Да, да, да. У нас есть фанаты, которые... Вот у нас не только экскурсии, да? У нас экскурсия только часть проекта. У нас всего шесть форматов. Вот, кстати, экскурсия – это действительно часть большого проекта с закрытыми глазами. Расскажите обо всем проекте. Что еще можно делать? Посмотрите, с закрытыми глазами можно отправиться на экскурсию одному. Можно взять с собой пару и сделать как романтическое свидание. Либо как дружеское путешествие, да? Например, у нас сестры, там, мамы с дочкой гуляют, ну, вот таким образом гуляют. У нас есть форматы вечеринок с закрытыми глазами. Для друзей, например, в формате дня рождения. У нас совсем недавно девушку пригласила, там, 12 своих близких друзей. Тоже никто не знал, куда он идет. Вот, и они таким образом вот получали необычные эмоции, делили их между собой. У нас есть стимбилдинги, это очень классная штука для того, чтобы сплотить коллектив, для того, чтобы проработать вопрос доверия, узнать про каждого, выяснить какие-то таланты, да, каждого. Есть у нас вечеринки для незнакомцев. Это наиболее такой популярный формат у нас в городе. То есть вы приходите, вы не видите других участников, не видите локации. Это всегда вечеринка, то есть на небольшое количество человек, то есть, например, от 10 до 14. Вот, вы находитесь в одном помещении, рядом с вами два ведущих, и вы 2,5-3 часа общаетесь, выполняете некие задания. И, ну, как бы на активацию, на самом деле, всех чувств, то есть, это и запахи, и звуки, и вы кушаете с закрытыми глазами, коммуницируете с друг с другом. То есть, такие форматы. Спасибо огромное, Юлия. Ну что ж, увидимся на необычных туристических маршрутах, а ровно через секунду нас ждет календарь путешественника. Итак, календарь путешественника. Туристический маршрут, что скрывают дома Нижнего Новгорода, позволит открыть красоту старинных жилых домов и историю их владельцев. Экскурсия «Нижний Новгород» Максима Горького – это ожившие сюжеты повести горького детства. Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле в форме расследования поможет вспомнить историю старейшей постройки нашего города. Путешествуйте с удовольствием. Увидимся через неделю.